Три недостроя продолжают реконструировать в поселке Сокол. Кровельные работы фасад уже сделали. Сейчас ведется внутренняя отделка, а также проводят тепловые и канализационные сети. В новострое по улице Гагарина планируют сделать 30 квартир, одно-, двух- и трехкомнатные. Также у них будут балконы. Началась реконструкция домов в начале года. Жилые дома в поселке Сокол, которые были в свое время недостроены, хотя строймонтаж был выполнен практически на 100%. Оставалось только сделать отделку и подвести коммуникации. Вот этот пятиэтажный жилой дом со встроенным цокольным помещением, это строил завод «Стройдеталь» в свое время. Довольно длительное время стояли дома недостроенные, но вот сейчас это в муниципальной собственности дом был, был передан в собственность области и началось строительство. Началось строительство в январе месяце этого года. План дома очень хороший, это 30-квартирный жилой дом, 123 серии ленинградская планировка. Дом, утверждают эксперты, будет очень теплый. Перед началом стройки будущую основу здания осмотрели специалисты. Все в технически нормальном состоянии. Всего в поселке около 36 жилых многоквартирных домов. Основная проблема у жилфонда, рассказывают эксперты, ремонт кровель. В основном ремонт кровель, потому что новая управляющая компания сейчас работает новыми материалами. Они вот неплохо делают. В этом году, по словам директора, они должны выполнить порядка 6000 квадратных метров. Это очень много, потому что обычно выполнялось где-то 2-2,5 тысячи квадратов. Кровлю реконструируют по адресам Гагарина 5 и Гагарина 11. Самые старые дома в Соколе по улице Гагарина. Год стройки 1963-64 годы. Фонд капитального ремонта выполняет электротехнические работы. На следующий год планируется ремонт фасадов и инженерных сетей. 15 июля. Получили. 16 должны были выступить в полном объеме. Практически чуть ли не 3 недели. За 3 недели только веншавка шеркотерина. А можно было бы уже хотя бы 1 треть рублей полностью в сезон. Ну вот, поэтому давайте, даже вот то, что авансы получили не вовремя, у вас простой 3 недели. Было в том числе хорошим. У нас нет простой 3 недели. Во-первых, погода не позволяла некоторой дне работать. Во-вторых, ну и часть работы выполняем. Нет, если мы насчет дней считать, то мы увидим, что в принципе работать можно было. В общеобразовательных организациях продолжают делать ремонт перед началом учебного года. В школе номер 14 сделали стяжку пола, покрасили стены и лестницы, положили линолеум. Тамбур украсит новая плитка. Кроме того, меняют 9 двойных дверей. Пищеблок обновили весенние каникулы. Закупили котел, плиты, посудомоечную машину. Также выровняли и покрасили крыльцо. А еще реконструируют кровлю здания. Более 1700 квадратных метров. Срок сдачи объекта – 25 августа. Однако специалисты не успевают завершить работы вовремя. Кровь на ремонтные работы у нас ведутся в этом году на двух школах. Это школа номер 14 и 24 гимназия. В 24 гимназии там процентов 50 выполнены уже ремонтные работы. Но, к сожалению, здесь мы отмечаем, что подрядчик очень медленно выполняет свои работы, обещает ускориться. И теперь вообще мониторинг будем проводить с ним каждый день. И каждый день смотреть качество выполненных работ. Что-то он сделал, но этого, к сожалению, недостаточно. Вообще, вы видите, школа активно готовится к новому учебному году. Здесь было уже выездное совещание. Были даны соответствующие поручения мэрам города Магадана. В соответствии с этим демонтировали опасные зоны на площадке около школы. Также в школе готовят помещение для медицинского класса. Цель – подготовить детей к поступлению в высшее учебное заведение. Запустят проект при поддержке правительства Колымы, Первого Московского государственного медицинского университета имени Сечного и Министерства образования региона. Уже начался прием документов. Одним из партнеров Магаданского туристического клуба уже много лет является турфирма Каюр Тревел. За годы совместной работы проведено значительное количество походов, поездок и сплавов. Но один сплав сильно отличался от остальных, несмотря на то, что он был тренировочным. По инициативе туристической компании на сплав был приглашен магаданец, имеющий инвалидность. Зачем пригласили Александра Соколовского и как прошел сплав вечернему Магадану, рассказал специалист по туризму Виктория Бельгер. Ну, это у нас был некоммерческий сплав. Мы готовили гидов. Это было практическое занятие на воде. У нас было на том сплаве четыре новых гида. И это был дневной сплав, без ночевки. Утром заехали в поселок Клепка, с Плеса начали сплав и закончили его. Примерно в том же районе длительность сплава составила примерно шесть часов, продолжительность около 20 километров. Это был самый простой сплав. Идея пригласить Александра Соколовского, магаданского поэта и фотографа, родилась спонтанно. Виктория Бельгер и Артур Федоров знали Александра много лет. Поэтому предложение отправиться на сплав вместе было своего рода дружеским подарком. Ну, во-первых, с Александром мы дружим. И хотелось доставить удовольствие. Тем более я знаю, что для него это интересно. Он любит фотографировать. И, в общем, это был для него такой сюрприз, подарок. И мы очень рады, что доставили ему удовольствие. Александр тоже поделился с вечерним магаданом своими впечатлениями от сплава первого в его жизни. Ну, идея пришла-то не мне. Мне позвонила Виктория из Каёртрова и предложила, что у них там организуется сплав. Это служебный у них так был сплав, вот их команда. И предложила, говорит, есть место, есть желание съездить. С учетом того, что я большую часть времени провожу в четырех стенах, ну, вот в последнее время, это вот летом сейчас я стал выбираться, конечно, я согласился. Ну, правда, я там на некоторых вещах просто не подумал. Конечно, я там и с утра и принял лекарства, которые мне положены, что я там каждый день потребляю все это еще. Ну, плюс бессонница, главное, и более я все это загрузил с лекарствами. Ну, и поехал. Даже дорога к стартовой точке сплава Александру далась непросто. По его воспоминаниям, ему пришлось снова принимать лекарства и отдыхать. Пролетела даже мысль, не зря ли я поехал. Но этот момент совпал с организационным приготовлением специалистов и Skyur Travel к началу сплава, поэтому не сорвало планы всей команды. Ну, ничего, спасибо Артуру. Да всем спасибо. Они там готовили лодки, снаряжение, там, ну, сапогу. Я, потому что я не хожу сапог, зачем мне нужны сапоги? Сапоги мне дали все это. Помогли погрузиться в лодку, я там удобно расположился. Я, в принципе, полусидя, полулежа, с фотоаппаратом в руках. Вот я был таким пассажиром-туристом, да? С ограниченными возможностями физическими, но не с ограниченным желанием посмотреть все вокруг и, конечно, сфотографировать. Главный вывод, который можно сделать из рассказанной Александром Соколовским и сотрудниками Skyur Travel истории об этом особом сплаве, что даже относительно рискованный туризм на Колыме может быть доступным для инвалидов. Все, что требуется, это активная позиция самих людей с особенностями здоровья и желание помочь у субъектов туристической отрасли. В Магаданскую область доставлено 1000 доз вакцин Sputnik Light. Большая часть передана Магаданской городской поликлинике. Данный препарат однокомпонентный, то есть водить его нужно всего один раз. Эффективность этой вакцины составляет почти 80%, а предыдущих версий более 90%. Использовать Sputnik Light будут как для ревакцинации, так и для пациентов в возрасте от 18 до 45 лет. Прививку не ставят люди младше 18 лет, беременным и кормящим матерям, а также заболевшим с температурой выше 40 градусов. Чтобы узнать, есть ли непереносимость вакцин, следует посмотреть свою детскую медицинскую карту. Если не было отвода от прививок в детстве, то анафилактического шока и отека квинки не должно быть. Sputnik Light снижает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции, но полностью не исключает его. Препарат действует примерно 4 месяца, поэтому по истечению данного срока следует сделать анализ на антитела и привиться снова Sputnik V. Самостоятельно выбрать марку препарата для вакцинации нельзя. Это будет делать врач, проводящий осмотр пациентов перед иммунизацией. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!